Друзья, всем привет! С вами вновь Илюха. Итак, в этот раз решил я записать полное прохождение карьеры в AssettoCourse. Ездить будем мы на режиме Pro, с полностью включенным реализмом, на механике, с износом шин и прочего, как говорится, с видом только из кабины. Сразу скажу, что в автосимуляторе я не катался уже несколько лет, поскольку гоняю в авиасимы. Поэтому про гонщики, про пилоты, простите немножко за моё не очень правильное вождение. Ну ладно, поехали. Итак, самый первый режим, это у нас гонка, так сказать, со временем. Ну что ж, помчались. Катаемся на Fiat Abarth. Замечательная версия гоночной малолитражки. Это самое первое задание, так сказать, при прохождении карьеры. И нужно здесь кататься и успевать просто проходить чекпоинты. Сразу скажу, что в Корсу я начал кататься совсем недавно. До этого успел покататься немножечко в Project Cars. Но, сев в асета Корсу, разница вообще, если честно, сразу налицо. В плане ощущения управления автомобилем, в Корсе оно просто прекрасно. Если в том же Project Cars просто красивая картинка и не очень, как многие пишут. Да и я в чём убедился. Хорошая графика, то в Корсе с точностью, да наоборот, может графония несколько похуже. Но ощущение того, что ты сидишь в гоночном автомобиле, просто вообще полноценное, чуть ли не стопроцентное. Особенно, если, конечно, у вас есть гоночный руль и прочие, как говорится, девайсы. То это даёт ощутить возможность и радость управления гоночным автомобилем на полную катушку. То есть, что я тут и буду показывать в автосимуляторе. Я катался очень давно, ещё во времена GTR 2, Richard Burns Rally, VTTC 2005. Когда-то прям болел ими, а потом ушёл в автосимуляторы и летаю в них по сей день. Но, как говорится, времена меняются. Точнее, летать-то я в них всё равно буду. Моим подписчикам нравится смотреть мои полёты. Но, решил ещё покататься в автосимуляторы. Всё-таки автосимуляторы – это такая отдельная ниша, которая достаточно приятна у людей, у которых, допустим, нет денег на Ferrari. Покататься, ощутить себя за рулём гоночного болида. Ну и получить, конечно же, соответствующие навыки. Конечно же, при наличии соответствующего руля и прочих плюшек. Поскольку это даёт отличнейший драйв от управления автомобилем. Ох, не совсем точно прошёл круг. Точнее, не круг, а поворот. Ну, ошибки в пилотировании у меня есть ещё. Надо поработать над техникой. Как говорится, многолетний перерыв даёт о себе знать. Ну, что-то, как говорится, получается. Поездила по этой трассе тут, наверное, минут сорок, настраивая звук, картинку, прочие фишки. Мало себя я уже, кажется, подучил. Хотя, что нравится, то, что если вы катались в автосимуляторах, в одном, в каком-нибудь хорошем, в своё время выучили трассу, то, переходя в другой, где трассы, ну, почти те же самые, ну, там, с небольшими отличиями в каждом, всё равно что-то своё есть. Не считая, конечно, разницы в движке. То выучивать эти, так сказать, дороги, повороты не так уж и сложно. В былые времена, я помню ещё, знакомство с миром автогонок начинал с такой, ну, полуаркадной игрушки. О, что-то я заговорился. Надо было переключиться на четвёртую, потом снова на третью. В полуаркадной игрушке только рейс-драйвер, вторая, третья часть, конечно, там физика не такая, абсолютно. Рядом, как говорится, не стоит. Но, но геймплей там просто великолепный. То есть, не так, как в каких-то автосимах просто едешь, и тишина там. Тебе говорит механик, что-то там, какие-то даёт указания. Плюс интрига какая-то при прохождении уровней, там показана борьба с другими гонщиками. Это был тогда, так сказать, мой один из первых автосимов. И именно тогда он меня и заразил. Точнее, может быть, он и не одним из первых, но именно вот эта атмосфера, когда ты находишься в гоночном мире, она прекрасно передана в этой игре. Но ещё что хотел бы от себя добавить, чем мне нравится Корсо, тем, что у него действительно хорошая оптимизация игры. То есть, она идёт и на слабом железе, и на более мощных системах. Ну вот, пока я тут говорил, набрал этот 4900 с чем-то очков. Во время пробных заездах кто-то даже пятак набивал, так сказать. Ну, как говорится, что имеем, то имеем соответствующие результаты. Как видите, я даже проходил быстрее. Ну, ладно. Этап первый пройден. Будем переходить ко второму этапу. Всем спасибо за просмотр. Вступайте в группу по этой игре, а сета Корсо адрес ВКонтакте указан в описании. Вступайте в мою группу, смотрите другие мои видео. И до новых встреч, друзья!